всем здравствуйте мы в икея самой маленькой икея россии друзья всем привет привет сибирь привет урал спасибо за теплый прием сейчас мы вам покажем самую маленькую идею причем дим подтвердит мы столько бронеплохого услышали ну да больше плохого чем за и мы сейчас прошли подошли к сотрудникам он совершенно спокойно без каких-либо демороев сказали пожалуйста видите снимается только не мешайте покупателям пока мне нравится вот честно для людей у которых икеи в городе нет вам завидует черной завистью пойдем так как икея на самом деле не очень большая но довольно таки нормально количество интерьеров плюс небольшое количество товаров я думаю сейчас пробежимся по каждому интерьеру при входе сразу зона 20 квадратов зона объединенной гостиной и кухни причем смотрите здесь в принципе самые популярные такие икеевские моменты это кухня будбин мы точно такую комплектацию с вами уже смотрели причем смотрите это то что нравится диме когда это логичная кухни как он их называет когда вверх на максимум поднят он двухъярусный и при этом добавлены стекла для объема то есть кухни смотрится очень интересно очень сильно стоимость кухни без бытовой техники подсветки 162 тысячи рублей то есть в принципе такую длину это нормально и адекватно дальше пойдем пробежимся ну как то вот чтобы видно вот это было то просто что я говорю 10 детский уголок самый бюджетный киевская кухня спайси кстати она подорожала чуть-чуть шторы blackout они кайса мы их много раз показывали в обзорах по шторам ковер ручной работы здесь линейка хауга белого цвета дальше здесь у нас стоит столик климсбро диван бакабу это один из наверное самых неплохих диванов кровати двух местных ну для 2 их на самом деле для одного можно полноценную кровать сделать фишка бакабу внутренний стройный матрас а дальше пойдем стол стульчики инвольф стол инготор вот что сразу скажу мне нравится интерьеры вот именно в тюмени живые то есть по факту вот это можно прямо взять и применить полностью на свою квартиру либо дом дим тебе так я пробежался по обычному по локациям по магазинам мне еще пока не сложилось никакого впечатления все потом наверное я буду уже в конце свои слова свои слова говорить договорились значит посмотрели с вами кухню-гостиную 20 квадратов подними пожалуйста камеру источники освещения в виде шин классно зонирует комнат это вам для идей когда вы хотите сами объединить такую комнату еще смотрите такой момент не всегда же комнаты ровненько в такой прямоугольной форме бывают формы всякие и вот именно диван с таким расположением консольного стола делит за мирует именно разделяя визуально на два в принципе помещения отдельных внутри одного помещения пойдем плавно перемещаться дальше не указана квадратура а следующий уже более бюджетный вариант интерьера кухни это базовая кухня кнопку в белом цвете данная комплектация которая представлена здесь 21 500 без учета техники базовый киевский холодильник столик мельторп стульчики а д то есть мы дальше такая в принципе тепловушка который можно применить на любую квартиру но опять же чем хорошо когда люди вживую и в магазин и у них нет возможности пример доехать до екатеринбурга и спасти 500 километров лучше как ты посмотреть как чем посмотреть тупо по картинке следующий вариант тоже кухня-костинка к сожалению не указано квадратуру мне я думаю повесится временем а значит у нас здесь метод метод с фасадами все дружно вспоминаем какими вы не особо давно все смотрели обзор по кухне сейчас я найду у меня тоже бывает иногда провалу кстати вот это тоже вот это у нас ребят фасады должны быть прописаны должно быть понимание что я смотрю что мне например искать на сайте давай сейчас целенаправленно по открываю все шкафчики попробую найти название фасадов нету то есть вот если я зашла посмотрела и мне понравилось то я не могу даже ничего глянуть чтобы понять что это классического серого цвета сушат у меня выбило по-честному это но это не в актор однозначно хотя по телескопиков по вактор по что нравится а нравится кухонный остров которые сделали из столешницы по факту и двух модулей кухонных и обшили просто дополнительно фальш-панели принципе когда люди говорят про большой письменный стол и нет размера например в икеи жалко может сделать то же самое вполне сойдет из-за такой вот стол рабочий если вас это устраивает по высоте много темных предметов но в принципе такой лаконичный стиль более холостяцкий либо семьи там не молодой пары который больше нравится такие вот темный момент то что это однозначно не для проживания с детьми либо у детей должно быть свои какие-то отдельные поверхности стеллаж лет шлиф принципе в классической форме никак он не перекрашен нет дела вы видели его у машина рум-туре на бару она его сделана в серый цвет на самом деле после машины вовской цвет только не перекрасили кстати очень классно смотрится здесь вытяжка то есть она сочетается практический цвет вытяжка матэнс кары за 15000 по средний бюджет у киевских вытяжек принципе зарекомендовала на себя неплохо подключено уже хорошо освещение довольно таки приличное этого хватает для зоны готовки освещает еще дополнительно ну интерьер очень темно я надеюсь что все это себе объектив и то ругается судя по всему это ровора не везде кстати есть этикетки хотя бы даже знаешь вот если товар вышел из ассортимента еще интерьер не меняли я бы например оставила ценники по принципу товар вышел из ассортимента чтобы люди могли понимать то пусть мне нравится эта лампа я не знаю название чтобы я подружу нет товар уже вышел из ассортимента а есть же авииты доски объявлений но даже непонятно что такие не может некие миссии но хотя это икея свартор на новый светильник ну как он свар нора 4 999 нам просто где-то укор сказали что мы его не показали в новинках на самом деле этого на районе полугода и мы его показывали в новинках сильного света он не дает то есть почитать под ним неудобно это именно интерьерный момент а дальше у нас здесь шкаф витрина рудста первый раз в принципе вижу ее в интерьере обычных не используют но тем не менее она вполне подошла беста с фасадами сельвикин а вот кто любит черную мебель где мне не знаю видишь ты или нет то есть пылище это будет бесконечную вот эти моменты имейте ввиду и коврик хэмптон который мы миллион раз про него говорим это один из самых худших ковриков икеи за счет загибания то есть у меня например в этом интерьере там по факту не хватило название садов и размеров и брестон один из бюджетных диванов которые у нас есть в обзоре не покупайте это веке и в принципе если куда-то съемная квартира прочее пойдет еще такой момент остров и как интересно сделал то есть фактически здесь винные ящички винные шкафчики ватхольма и вы так 40 до их не дорожки не просто полос когда есть такая необходимость так тоже можно сделать а здесь мы плавно перетекаем в мини в микро отдел посуды но тем не менее базовые вещи листов то есть новый тарелок и есть вардаген есть даже кое-что есть по акциям по скидкам то есть то что если в других и кейс вспениватель комбуша сейчас купить или она по нему страдала дальше перетекаем здесь немного кухонного хранения но опять же база есть базовые банки мельницы пакетики пакетиков из как не хватает разных размеров то есть допустим какие-то вещи можно было бы на них заменить если у магазина даже пацану посмотрим только в количеством отца как те и чуть смотреть копейка в копейку это дизайн студии треки микро 199 129 269 губки 69 мельница 229 и сцены рубль это микро икея это не посредники здесь дополнительных оценок нет ну соответственно как и везде за доставку допом платится так следующий интерьер пошла я пошла кибературу искать ну большой 41 квадрат и все это громадное помещение гостинные кухни объединенные здесь у нас серия besta besta представлена в принципе в базе но в глянцевой поверхности сельвейка с фасадами судовик тоже в принципе неплохо сочетается более-менее между собой дальше здесь у нас диван гемар вообще интересно сделано в принципе в интерьерах разные товары которые по факту объединены между собой и я как покупатель у которого нет магазина под копушки где могу посмотреть большое количество я могу хотя бы да там какую-то базу потрогать пощупать здесь у нас кухонные икидали и один из новинок кстати эти новые креслик нет это возгон сейчас просто коричневые появились по 3000 думаю может быть что то вот эти креслица хорошо себя зарекомендовали но чаще всего берут именно в распродажу и они классно смотрятся в гостиной потому что они мягенькие и безопасные вполне за счет наболгарных дальше перемещаемся следующая кухня вот опять смотри вот нет название фасадов вот от слова совсем по-моему это рингуль гляньте ну я тоже могу ошибаться потому что вот так на на палец я их не определяет кухня 126000 без учет без учета тех где дарен будет стекла дополнительно еще облегчили конструкцию тем что сделали черный ящик с прозрачные стекла хотя но здесь за счет чего здесь перекликание с фаскуком и со столешницей если не хотите такой вот темные такие пятна они вам не интересны соответственно здесь делается либо в белой окантовки либо просто глухой но если делать глухой кухне будет более тяжелой более давище холодильничек строить правильно делать составит стройки потому что ну хоть ознакомиться с побольше так пойдем еще в одну кухню-гостиную там у нас кушетка хэмэс будет сейчас молодой человек оттуда потихоньку ползет и смотри что еще сделано товары которые не все продаются представлены на выставке то есть принципе их можно ну хотя бы посмотреть потом заказать еще одна мини кухня-гостиная с кушеткой хэмэс про которые все время вам трендю это кушетка который живет у нас дома кстати многие спрашивали пару дыну ящику смотрите это реально комод три ящика это прям полноценный комод вылазит очень много и дно у хэмэс очень крепко не вываливается то есть кушетку хэмэс в принципе можно использовать на кухне это вроде как дивану при этом у вас дополнительное спальное место а дальше приложивались конечно не по делу стол обеденный до 13 тысяч он здесь почему он сочетается со стульчиками сейчас эти повторим кл State аппарат поле леха они вполне более менее попадают все потому что к лир хаму мало что подходит ну и столешница чуть-чуть отличается по цвету но со временем все три товарища столешница стул и стол немножечко поменяют оттенок эти 16 квадратов все-таки название размерка есть так ну чё кто смелый то кто помнит как фасада называются и не помню ты помнишь хейтеры можно сразу не беспокоиться по этому поводу ну просто весь ассортимента киевский знать наизусть нереально вы даже необходимости такой нет кухни в углу ассортимент мы знаем мы название уже не состояние запомнили ну нет и смыслами хорошо сделано что представлен угол то есть кухни в разных модификациях на самом деле дизайнеры молодцы по крайней мере показывает каким образом все это может быть и как лично я могу это дома использовать общей цены кухонит общество кухни нет 97000 без учета техники за такой большой здоровый угол кстати очень классно вот эти вот полки но и диска учитывайте момент постоянного поле сборника то есть чаще всего сюда ставят что на такое что не так часто используют новая серия на ребю вот как она выглядит в интерьере вполне логично и довольно таки симпатично шкаф хэмнес который в принципе делать зонирование превращая кухню уже в гостиную на этом у нас саранский такие квартиры есть когда кухня 16 квадратов и вот здесь прям вот мне нравится здесь и уютненько и даже как-то вот прям логично разделена аж течки гипсокартона не хватает дать их от воплощения одеваться так ну так как микро до будем прыгать туда-сюда детский отдел немножко игрушек немножко ходовки именно из линейки лилабу железная дорога и главное что есть конционерия то есть такая базовая и киевская базовые стильские расходники все есть то есть кое-что прикупить можно у нас на самом деле еще целых три интерьера с кухни даже раз два три четыре пик не можно увидеть дальше у нас здесь вообще нет это что-то из новых фасадов я их не помню мы их показывали эти фасады когда обзор делали мне решили под номинально 61000 вот вы вот поэтому вы плохо что нету подцепочек с названиями кухни 61000 сочетание двух фасадов больше принципе сказать ничего не могу известно что хочу отметить вот этот дополнительный ящик мы обещали показать какому-нибудь из интерьеров мы показывали просто вам как бы искать смысл нет когда под одним большим широким фасадом объединяется сразу два ящика таким образом просто экономите на фасаде это узкий ящик под столовой прибор совершенно спокойно внизу большой ящик под все остальное мы посмотрим что здесь дизайнер внутри прикрепляет или просто систем хранения так давай переместимся к следующей кухне 63000 сочетание белого плюс бордо первый раз вижу решение вот такое по и свч но в принципе интересненько практически над головой но сэкономили место в принципе размещена и варочная поверхность духовой шкаф единственно что мало рабочей поверхности вот именно для приготовления но если при наличии большого стола это можно компенсировать 63 тысячи 338 рублей вот здесь ощущение как будто используют каждый сантиметр чтобы можно было это примерно вот наша кухня дать может побольше ну да еще плита по это стирал так дальше это уже бубен с оттенком здесь представлены и прозрачные но смотрите вот что не рекомендую все-таки праздник посуда с железными тушилкой не очень эстетично смотрится за прозрачными дверками перерубает серая полоса сразу визуально режется шкафчик то есть если ставите стеклянные фасады делайте все-таки под красивое какое-то хранение не под house тарелочный здесь у нас ящичек подразумевающий бутылочницу угловой модуль уже с каруселькой о чем я вам говорила что карусельки в угловых это удобно кухня стоит 79000 без учета бытовой техники и как я подразумеваю где-то здесь спрячется посудомойка осень да как интересно вот такого решения еще ни в одной не видел он это не решает вариант когда у нас внизу о чем всегда говорю это экономия корзины вверх это выдвижной ящик под столовые приборы то есть когда вот совсем бюджетно надо вот так можно сделать потому что здесь вот примерно с экономили около пяти тысяч рублей как думаешь посудомойка-то ездит у них просто раком пошли дальше ну уж здесь-то я точно наизусть на эту фасаду воксторп который я нежно люблю во многих икеях есть такое решение практически во всех городах сочетание воксторпа подарят и сочетание воксторпа именно глянец бежевый если помните в казани есть даже вариант с полностью стеной вот так часто стали сочетать чтобы это была одна единая дверь но визуально выглядит как две двери здесь прячется все хлам хранения 165 тысяч стоит данная кухня здесь настроенный холодильник здесь просто дополнительные шкафчики для хранения хороший полноценничек на что хочу обратить внимание это вот на такой модуль довольно таки интересный когда из каркасов два каркаса обшита это вообще два каркаса верхних шкафчиков 37 по моему на метр либо на 80 вот так подозреваем метровый все-таки и метр на 60 или тоже на 80 вот размеров то нет название нет то есть как человеку покупать непонятно но вот таким образом можно сделать мини-буфет именно в размеры в цвет ваш полностью общив его фальшпанелями тогда он будет цвет в цвет кстати представлен один из самых дорогих столов и киевских в интерьере он очень хорошо с воксторпом сочетается они по стилю по форме одинаковые это морби лонган 220 на 100 есть еще размер 100 140 на 85 он на 10 тысяч дешевле марбелонга это дсп морилка акриловый лак и слой древесины бука тяжеленные неподъемный можно даже сказать управляем затем ты можешь немножко камеру повернуть микро прям отдел света не хватает все-таки торшер чеков здесь форса лампана торца стоят столики лак и базовый торшал верстам вот не интересно у них ассортимент наличия обновляется периодически или всегда я это скажу конца а окей прошу здесь зона планирования день здесь у нас зона хранения коробочки плечики сумочки даже панелька с кодис есть кое-что есть из отдела ванны и каш не хватает полотенчиков а не хватает каких-то хотя бы там микро аксессуаров ну что есть то есть один ну теперь понятно почему нет там не ценничков не таких да не полноценник потому что это есть здесь выставочная дверь и полностью с паксами кстати грима в сером цвете у нас нижнем они еще не представлены подойди пожалуйста то есть двери по факту все и раздвижные и распашные здесь вам могут спроектировать а дальше вы уже хотя бы можете визуально что-то посмотреть покупку посмотри значит дальше у нас по беста все фасады каркасы беста по цветам представлены у кухонь все фасады дальше knoxxholt полностью весь выставочник есть можно по цветам посмотреть кроме синего и представлены практически все столешницы плюс представленные ручки смущать не будем вот это очень удобно когда здесь есть проектирование ты хотя бы понимать что с чем-то может сочетать но по самом деле осталось не так много интерьеров посмотрим где чтобы нам не мешаться дальше эта серия подушки одеяла тоже представлены самый минимум по базе ну я смотрю синтетические подушки и ортопедии пару вариантов несколько одеял то есть дорогих нет только средний бюджет как тут пока занято давай тогда сюда уголок с текстилем не в принципе он удивил достаточное количество разные постельки просто не интересно есть нет простите практически нет два лаули виды два вот все остальное только постелями но тоже имеет место быть хотя бы что-то слышно можно практически на выходе у нас там раз интерьер будешь кусочек два интерьер и там еще один так это полноценная спальня по и чуть час квадратуру очень надеюсь ее найти потому что интерьер живой мне нравится в середине нас кровать длинность с изголовьем матрас маргидаль то есть кое-что из матрасов представлено в принципе интерьер такой для жизни сделан очень удобный свинсхульд первый раз вижу полку чтобы ее применяли вот так внизу возле модуля бременность по делу по факту мне кажется будет неудобно либо в бременность и будут только украшательство стоять каморь бременность зеркало не сидаль который в ванной но кстати бременность сочетается углы выпилы примерно похоже смотрите более-менее нормально а здесь у нас пакса с каркас дверями bercebo сто пятьдесят шестьдесят шесть это с толщиной дверей пятьдесят восемь глубиной базовая комплектация две полки штанга и здесь так я подозреваемую будут полки и здесь и полки и корзинки и ящики что весь пакса что понравилось мне в этом интерьере маленький рабочий уголок которого часто не хватает спальня ну спальня довольно таки большая здесь стол письменный микки сходить на стенные панели рабочие кресла кстати у ира такое же только в розовом цвете очень удобно и как оказалось и смотри как интересно применили вот эту детскую полку то еще детский модуль для книг нос когда мы заказать пока я даже не цене кончу нет применили по цветы каком-то из весенних обзоров новинок показать такая сомнительная приспособна но если и постоянно неаккуратно если поливать цветы я про искусственные живые сообщения дальше у нас здесь коллакс стоит ну на коллаксе все что можно это ядреные разделители и ваточки то есть такое место для хранения зеркало напольное ванесла в принципе канапер нет побольше будет поэтому ванесла здесь логичнее плюс его можно покрутить ими-ми-ми а 22 квадрата помещения то есть это такая вот получается входная группа плюс спальня здесь у нас настенная панель скотис пластиковые комоды тронус здесь чусик внизу тоже чусик и стоит большой полноценный пакс причем вот такое сочетание вижу первый раз чтобы механ были засунуты в черную работу интересно смотрится разбавляет шкаф делая его более объемным это 35 в принципе стандартным наполнением здесь фактически то же самое полки, корзины, штанги, полки, дополнительно многофункциональная вешалка так сейчас я закрою что, Дим, сзади тебя один микроотдел с покрывалами, чехлами на подушке и шторами шторы, конечно, не все, покрывалами не все вот шторы бы, например, можно было микро выставку сделать всех бы штор чтобы хотя бы заказать можно было глянуть здесь тоже сам решает спальня 20 квадратов здесь детская зона, родительская зона и зона мамина для макияжа Дим, сейчас ты пойдешь тут, конечно, в принципе, если есть желание, можно поставить письменный стол так, у нас здесь так, кровать с ангиса с матрасом хилистат матрасов, кстати, я не нашла микро выставки хотя бы чтобы можно было внутри окопа смотреть потому что, в принципе, во всех икеях есть место выделить было бы с зонированием можно дальше здесь у нас детская серия детская кроватка кроватка с магера кстати, в принципе, такая базовая кроватка когда нет желания что-то извращенное брать вполне логично хорошенькое, беленькое, аккуратненькое из магеры же пеленальный столик серии между собой сочетаются чем хороши, как, в принципе, и все детское икеевское это скошенный угол то есть, ни ребенок, ни в начале жизненного пути, ни в будущем потом не разобьет себе головку это тоже очень важно здесь интересно сделана полка в качестве дополнительного места для охранения и такая зона декор здесь, конечно, со временем это все пойдет вот так на сброс для жизни это неудобно тоже интересное решение подвешивание мобиля на консоль ну, консоль только надо еще это поплотнее закрепить чтобы это было безопасно а так одну дырку можно просверлить или, как папа делает, за люстру делал 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 пак с дверями грима 2,14, 63 на 236 базовый двухметровый гардероб 50 сантиметров метрушка и 50 сантиметров для семьи из трех человек это, как я понимаю, мама это папа это дитё либо это все, мама скорее всего, мама и чуть-чуть папа послушайте, бедные и несчастные ну, на самом деле уместить можно здесь довольно-таки много грамотные комбинирования не пойти, когда ребенок подрастает уже здесь не уместишься на таком количестве трехслойные шторы плюс представлены карнизы взял зеркало-трамсуд ну, такой живой вполне логичный интерьер пойдем еще посмотрим до последних интерьеров так, комната-спальня с рабочей зоной 27 квадратных метров здесь же представлено хранение но, имейте ввиду, когда хочется в комнату в темных цветах пожалуйста, добавляйте источники света потому что рано или поздно вам это надоед кстати, новинка я не видела ее в нижнем когда мы уезжали это Кнастрик лотос три штучки золотые светильнички так что, может ошибка не выпендриваться на мой новинке ну, вы к Екатеринбург мы, наверное, сделаем их задавить скорее всего, да потому что мы вернем только через две недели в Поволжье есть смысл а кровать сакштуа мы на ней спим уже четвертую ночь мне нравится ну, делать не в кровати, а делать в матрасе большой минус большое пространство между ты проваливаешься? подушку уходит а, мне нормально ну, Юрий Вич, то метр восемьдесят с лишним я метр шестьдесят метр семьдесят мне нормально земли, земли очень серия Билли с вставками с дверками Огтберг ну, опять, да моё мнение по поводу темной мебели, знаете место скрадывает плюс дополнительный пылесборник даже ламар представлен ещё в беженом цвете ламар поставили чтобы у людей было понимание в принципе, подобные интерьеры есть в других магазинах где сочетание чёрного с золотом низофорс тележка здесь как дополнительный модуль для хранения на стульчик обязательно подушка в противном случае неудобно кстати, сразу на одном окне много штор раз, два, три, четыре вида можно даже кое-что посмотреть здесь же кресло страдмо ну, конечно, для двадцати семи квадратов там такая большая комната ощущение, как будто это где-то в частном доме когда нет проблем с хранением ну нет, нет проблем с количеством квадратов да, посмотрим пакс пакс с дверями флиц гербет метр шестьдесят три на два тридцать шесть они, по-моему, нет они разные базовые вот эта вставка неудобная для хранения имейте в виду если кому-то она прям очень нравится напишите в комментариях как оно вам куда нашли свое применение ну, понятно, почему такой ценник потому что наполнение прям микро-микро практически нет в основном текстильными модулями обошлись но это, кстати, тоже варианты для экономии бюджета по самому пакту здесь у нас комод под телевизор под телевизор ребят его часто спрашивают он высокий то есть это неудобно 96 сантиметров для телевизора высоко и давай вот этот факс пакс флиц гербет посмотрим значит 22 100 внутреннее наполнение 5 950 то есть 22 тысячи а шкаф на метр тот мы смотрели за 17 на полтора но здесь однозначно за счет внутреннего наполнения здесь дорогая брючница да и в принципе все может что-то неправильно посчитали потом посветку трос здесь как будто что-то еще должно быть у нас снизу что-то не хватает это явно не 28 тысяч потому что полка штанга штанга две дверцы каркас метров вот эти моменты я не знаю как напишите пожалуйста в коментах потому что уж консультантов не пойдем до нас только там показано так а мы не пойдем то есть как она соответствует ценниками то что вот ну на выставке то что вам считает по факту пойдем посмотрим может освободиться интерьер в принципе ну практически последний интерьер здесь большая спальня квадратики не написали может я где-нибудь найду здесь у нас пакс фордаль 30 тысяч 23 тысячи внутреннее наполнение 7650 раз два фордали нежно люблю очень красиво и стильно смотрится смотрите здесь сами кстати вот как эксплуатируются ящики при ненадлежащем неаккуратно неаккуратно как-то закрыл лед поэтому если у вас семейство неаккуратных товарищей ставьте корзины и сэкономите приличное количество денег и нервов что кто-то вам что-то ободрал здесь система Boaxel для хранения кстати выразил Boaxel практичная она в принципе ей довольна со льготом они и не дружились и не знают разницу ну да поэтому наверное когда льгот не знаю в принципе и на безрыбий рыбарак дальше у нас здесь кровать Malm Besta в качестве окантовки новые картины Пьетерит ну относительно новые практически чего не хватает рамочек не хватает да каких-то мелочушечек не здесь вообще в магазине вообще скажу потом а скажу потом окей здесь же серия Malm комод его кстати берут под телевизором 78 сантиметров зеркало Lidbrew вполне логично здесь смотрится но за счет вазочек то есть если вазочек украшательства нет то смазанные картины везде острые углы и такой овальчик и здесь ну я так понимаю это все-таки не сюда имеется ввиду но хотя может быть письменный стол Malm с рабочей зоной предлагается как виртуальная стена наверх да там стол у стены стоят слушай ну все на выход на выход там есть еще один микробюджетный интерьер можно показать там этот там охрана и плюс там сотрудники то есть мешать не будем или тут концовочку давай выйдем наверное да народу много в общем мы пошли на выход сейчас когда мы доземлимся запишем финал нашего мнения бакета ребят мы забыли вам показать еще один интерьер это детское базовое детское которое фактически есть во всех эфеях это линейка обкус причем обкус сочетания базового с металлоконструкциями обкус хорошо смотрится я постоянно про это говорю это облегчение то есть периодически такие моменты нужно вклинивать тогда у вас уже будет свобода и дыхание стол поль часто просят да какой стол для ребенка малоросного ребят тогда у вас выход только поль он растет вместе с ребенком вы экономите деньги но при условии что ребенок его не ухальдошкой хорошо смотрится на стенах гурит с Анной Луизой то есть такое нежное сочетание с желтого но здесь акцент поэтому классно смотрится дальше здесь кровать чердак вид вал матрасики мускуль ну я бы сюда все таки малфорс постелила и зеркало не седали ну такая базовая детская на самом деле такие детские не новость но их еще набивает всяким бешеным количеством игрушек поэтому вряд ли у кого-то это в таком виде живет ну что все наверное да икея тюмень пока-пока пошли финалку теперь писать точно финалочка финалочка что скажешь идея очень хорошая икея должна реализовывать как минимум в каждом городе россии в принципе это сразу скажу не ущербная вещь я не знаю почему в Москве не пошло или в Нижнем это очень перспективную штуку я сразу заметил рентабельности учитывай я сразу заметил что тут продаются товары которые очень популярны и повышенного спроса все товары ну да все что продается сейчас в этом магазине практически на 90 процентов у нас присутствует в заказе вот я посмотрел ну примерно вот как зашел к себе на склад все тоже все очень знакомо все эти товары у нас заказывают и я очень уверен в том что икея тоже делает свою внутреннюю статистику не показывает никому и чтобы себе в ущерб не не быть себе в ущерб она просто самый популярный товар по статистике выкладывает тут но единственный минус я заметил то что очень мало разнообразия много лежит на стеллажах одного и того же товара я бы сделал чуть-чуть поменьше бы не палетами все выкладывал да один и тот же товар сократил бы наполовину тем самым расширив ассортимент линейку ассортимент да меняется ассортимент в любом случае да будет он влиять на сезонность у меня конечно вопрос о рентабельности как предприниматели человека цифра и второе если в каждом городе это откроется и большая вера что все посредники закрываются ну хотя в тюбере посредники благополучно работает при существовании дизайн студии интересно кстати кто тюменские посредники мы одни даже за очень знаем ребята наши когда забирали автобонус посредники в городе муж женой семейной пары их сын работает менеджером автосалоники ребята напишите интересно пообщаться как оно как вообще на вашем бизнесе отразилось открытие вот таких дизайн студий ну я уверен не в лучшую сторону но люди живут значит есть заказы я не работаю ну скорее всего а как уже это вопрос ну чисто от себя как чисто смотреть как покупатель откинув в тот момент что мы сами возим иклея должна быть в каждом городе хотя бы по мелочевке потому что мелочевка всегда приобретается всегда в большем количестве чем мебель мебель ее можно и под заказ либо возможность по той же франшизе открывать например такие моменты в городах ну наверное не будет с таким связываться скорее всего так ну что тюмень в принципе не сказать что био нормальный адекватно нам понравилось блин нам нужно наверное сделать наклеечки как ревизора отмечены одобрены про икей одобрены погнали спасибо что смотрели ждем ваших комментариев доставай нам нужно купить завтрак вы открывает